Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про периодический закон. Это задание под номером 2 в ЕГЭ по химии. Стоит оно 1 первичный балл. Формулировка периодического закона звучит следующим образом. Свойства элементов, форма и свойства образованных ими соединений находятся в периодической зависимости от величины заряда их ядер и атомов. Давайте вспомним еще основные понятия, которые мы будем использовать. Периоды – это горизонтальные ряды элементов с одинаковым количеством заполняемых электронных уровней. Периоды бывают большими и малыми. Малый состоит из одного ряда элементов, а большой из двух. И тут главное помнить, что в большом периоде нижний ряд – это продолжение верхнего, и мы не двигаемся под нему вверх или вниз, а только справа налево и наоборот. Группы – это вертикальные столбцы элементов. Периодическая система элементов Дмитрия Ивановича Менделеева состоит из семи периодов, которые представляют собой горизонтальные последовательности элементов, расположенные по возрастанию заряда их атомного радиуса. Каждый период, за исключением первого, начинается атомами щелочных металлов – литием, натрием, калием, рубидием, цезием и францией – и заканчивается благородными газами, например, неоном, аргоном, криптоном, ксеноном и радоном, к которым предшествуют типичные неметаллы. Таким образом, при движении в одном периоде слева направо усиливаются не металлические свойства, а кислительные свойства. Электроотрицательность – это способность атомов элементов перетягивать на себя электронную плотность. Также усиливается заряд ядра, атомная масса, высшая валентность, высшая степень окисления, минимальная степень окисления, количество электронов на внешнем слое, так как оно равно номеру группу для элементов С и П. Усиливаются кислотные свойства высших оксидов. Если мы с вами поговорим про свойства водородных соединений, то будут увеличиваться их кислотные свойства. Теперь поговорим, какие свойства у нас с уменьшаются? Уменьшается радиус атома, восстановительные свойства, основные свойства высших оксидов, валентность элемента в водородных соединениях. Если мы двигаемся сверху вниз в главных подгруппах одной группы, то следует отметить, что для того, чтобы определить, в главной подгруппе находится ли элемент или в побочной, необходимо визуально разделить таблицу Менделеева по диагонали. В левой части таблицы элементы главной подгруппы будут написаны слева, а побочной, соответственно, справа. Например, литий, натрий, калий — это элементы главной подгруппы, а медь — побочной. В правой части таблицы элементы главной подгруппы располагаются в правой части ячейки, а побочной слева. Например, элементы главной подгруппы седьмой группы это хлор, бром, йод, а марганец соответственно будет являться элементом побочной подгруппы. Так вот, если мы с вами двигаемся сверху вниз, у нас усиливаются заряд ядра, металлические свойства, радиус атома, количество электронных слоев, восстановительные свойства простых веществ, основный характер высших оксидов и гидроксидов. Но если речь идет про водородные соединения, то их кислотные свойства будут усиливаться сверху вниз. Так, если мы рассмотрим такой характер на примере элементов седьмой группы, то йодоводородная кислота будет более сильная, чем фтороводородная. Уменьшается электроотрицательность, окислительные свойства простых веществ, кислотные свойства, характер высших оксидов и гидроксидов. Также у нас будут уменьшаться не металлические свойства. Давайте разберемся на примере на следующем заданиях. Первое задание. Из указанных в ряду химических элементов выберите три П-элемента и расположите их в порядке уменьшения кислотных свойств их высших оксидов. У нас есть ряд. Это цинк, углерод, алюминий, хлор и титан. Сначала мы с вами выберем нужные элементы, которые относятся к П-элементам. Это алюминий, углерод и хлор. Выделим их в таблице, так можно будет делать и на экзамене, это ваш черновик. Соответственно, у нас кислотный характер высших оксидов уменьшается справа налево. Таким образом мы получаем ответ 4, 2, 3. Разберем еще пример. Из указанных в ряду химических элементов выберите три элемента, которые не относятся к С-элементам. То есть это могут быть элементы П или Д-элементы. Нужно расположить их в порядке увеличения их электроотрицательности. У нас есть ряд элементов. Это фтор, барий, марганец, литий и бром. Электроотрицательность у нас увеличивается при движении вправо по периоду и вверх по подгруппе. Выпишем элементы, которые не относятся к С-элементам. Это фтор, марганец и бром. Нужно помнить, что марганец это металл и соответственно его электроотрицательность она будет заведомо ниже электроотрицательности не металла. Расположим элементы в нужном порядке. Марганец, бром и фтор.